На прошлых уроках мы научились с вами искать, обрабатывать, размещать материал на варезные сайты в ручном режиме. В этой серии видео уроков я покажу вам, каким образом размещать новости на те же сайты, но уже в автоматическом режиме, используя программу AdNews. Версия сейчас уже 2.5.1. Находится эта программа, найти ее можно на сайте softvo.dle.com. Стоит она 15 долларов. Если она вас заинтересует, то покупать ее в любом случае придется, поскольку ломаной версии в интернете не существует и даже не пытайтесь ее найти. Подробно мы останавливаться на ней не будем. Я лишь покажу, каким образом зарегистрироваться на сайтах, имеющих движок DLE. Это основные варезные сайты. И каким образом поставить на автомат постинг наших новостей. Более подробную информацию, то как дополнительные шаблоны, дополнительные опции, информация наиболее полная. Вы можете найти вот на этом сайте, вот здесь вот очень-очень много информации. Здесь же вы можете купить. Здесь даже, видите, видео обучалка, уроки от нескольких авторов. Разобраться можно очень легко. Давайте познакомимся с самой программой. Она у меня уже есть, я ей пользуюсь. Я вам сейчас покажу, что это такое. Переходим в программу. Вот она. Перед нами окно программы, где верхнее меню. Вот она. Окна. Их предназначение мы с вами будем разбирать. И давайте вкратце я вам расскажу, что за меню и к чему оно относится. Итак, настройки. Здесь располагаются самые важные настройки программы. Первое, окно, которое мы открываем, это регистрационные данные. После покупки программы вам на e-mail приходит адрес e-mail и пароль. Пароль в единственном экземпляре, только для вашей программы купленной. Вы вводите e-mail и пароль и активируете программу. С этого момента она начинает работать. До сего момента она работает в демонстрационном режиме. Здесь же у нас дополнительные опции, в которых мы настраиваем, проводим настройки программы. Давайте мы с вами сразу же их и настроим. Особо здесь много рассматривать не стоит. Нужно лишь поменять. Я рекомендую. Ну, все на ваше усмотрение. Вот здесь пропускать нерабочие сайты можно поставить там, ну, наверное, 60 секунд, да? Уменьшить картинку до 450 пикселей. Вы помните, мы говорили от 300 до 500 основной разнос, да? По размерам. Ну, ставим 450-400 где-то. Мы с вами, если помните, выставляли картинку 400 пикселей и картинку русской рыбалки, когда размещали новость. Пропускать сайты при пяти неверных попытках ввода капчи. Ну, здесь ставьте сами это все на ваше усмотрение. Здесь выбор файла обменника и картинки можно указать radical.ru. А вообще, по умолчанию, картинка, если не заливается на сайт, то добавляется, берется с radical.ru. Можете здесь поиграться настройками и подобрать для себя наиболее лучшее. Дальше. Настройки прокси. Если вы планируете использовать прокси, то, пожалуйста, настраивайте. И дополнительные сервисы. Можете купить. Вот эта опция платная. Здесь опция настройки сайтов тоже платная. То есть, дополнительный раздел, он платный. Что такое антикапча? Это опция, которая позволяет вам даже не вводить капчу, она это будет делать за вас. Шаблоны. Достаточно важная функция. Мы с вами знакомились с требованием нескольких сайтов по размещению новостей. И вы видели, да, на одних, одни требования, на других другие. У одних картинка по левому краю, у других по центру. У одних код и хейт, у других ничего нет. Ну, то есть, все возможные разные требования сайта. И вот в этом окне мы должны настроить для каждой группы сайтов вот именно вот такие вот функции. Ну, с этим вы разберетесь, глядя, посмотрев на сайте. Далее, новости. Здесь мы будем создавать новости. Категории новостей. В этих окнах мы будем видеть категории, имеющиеся на сайтах, и сможем, соответственно, их группировать. Ну, когда будем практически делать, вы это увидите. Далее, регистрация на сайтах. Здесь окно с нашими данными. То есть, здесь мы будем носить свои данные. Логин, пароль, e-mail. Эти данные будут регистрационными на варезных сайтах. То есть, если мы выбрали какой-то логин, под которым будем поститься, постить новости, то вот здесь он должен быть заполнен. То есть, это окно для регистрации на сайтах. Здесь будет размещена вся база сайтов. Здесь база, ну, и так далее. Это вы видите в процессе регистрации. Кроме того, вот здесь окно браузера. То есть, когда мы выбираем вот здесь сайт из базы, он будет открываться в этом окне. Дальше, раздел помощи. Я вам пока покажу сейчас. Вот он. При скачивании программы этот файл закладывается сразу. Здесь вы можете прочитать, изучить. То есть, очень-очень подробно все расписано. Ну, и, безусловно, кнопка выход. Ну, и плюс еще внизу окно логи, где программа выводит отчет о своих действиях. И вот здесь вот у нас, видите, вкладочки. Это те вкладки, которые у нас открыты сейчас. Вот на данный момент. Вот закрываем браузер. Закрываем регистрацию, категории, новости. Или можем закрыть. Все закроются, все вкладки, которые были открыты. Кроме этой программы, нам понадобится еще программа для активации наших писем. Ее можно скачать от сайта разработчика. Вот здесь полезный софт для постера. Постеров. И мы с вами, вот она. DLE Mail. Актив. Версия 0.2. Активация ваших DLE аккаунтов. Нажимаем читать далее и скачиваем эту программу. Давайте скачаем. Все, программа скачалась. Давайте я вам покажу, как она выглядит. Вот так она выглядит. Ее просто скачать и установить на свой компьютер. Выполнить это. Это недолго. Одна минута. Этого будет достаточно. Дальше. Прежде чем приступать, нам еще, безусловно, понадобится наш, нам почтовый ящик. Почтовый ящик нужно указывать тот, который мы будем указывать вот здесь при регистрации. Вот здесь. Почему? Потому что нам на e-mail будут приходить с сайтов запросы на активацию нашей учетной записи. И вот эта программа нам будет очень хорошо помогать. Давайте посмотрим, как это делается.